Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Ежегодные ожидаемые события. 10 февраля Самарская область присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке. Я говорю о лыжне России. Практически во всех регионах страны народ готовится к старту, и мы не исключением. А вот о подробностях и мелочах мы сейчас поговорим с вами гостями. Это Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Самарской области Игорь Усачёв, мастер спорта по лыжным гонкам, между прочим, обладатель Кубка России и чемпион России. Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Ну, не первый раз мы собираемся говорить о этих лыжных гонках. Как всегда, центральный старт пройдёт на стадионе «Чайка», правильно? Лыжная база «Чайка». Посёлок Управленческий, город Самара, 10 февраля, 36-я всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». И хотелось бы добавить, что, дорогие друзья, участие могут принять все желающие, независимо от возраста, независимо даже от умения стоять на лыжах. Хотя, конечно, приветствуется, чтобы человек что-то мог. Потому что, в принципе, это и гонка, но ещё и праздник. Вы знаете, это уже по сложившейся традиции в Самарской области «Центральный старт» – это большой семейный спортивный физкультурный праздник, куда приезжают все желающие, абсолютно верно, независимо от того, умеют бегать на лыжах, показывают высокие результаты или просто хотят приобщиться к здоровому образу жизни. На лыжной базе будет организована целая культурная программа, где любой человек любого возраста найдёт для себя интересные варианты времяпровождения. И, конечно же, это будут старты лыжных гонок. Первый будет забег на 2018 метров для всех желающих. На этом лыжном забеге не будут определяться победители. Это большой флешмоб, это большой старт для души, куда выходят все желающие – дедушки, бабушки, взрослые спортсмены, в поддержку чемпионата мира 2018 года, который будет проводиться и у нас в Самаре. У меня вопрос. Игорь, а вы в каком-то забеге будете принимать участие? Или вы как мэтр, так сказать, со стороны? Я, естественно, буду принимать в основном забеги на 10 километров. И хотел бы сказать ещё, что номера, я думаю, ограниченное количество, чтобы желающие не сидели, не смотрели, а уже шли на чайку, заявлялись и получали номера. Вот специально заранее, в преддверии, так сказать, всего этого замечательного мероприятия, в эфиры выходим, чтобы людей, так сказать, подтолкнуть. То есть, можно, на самом деле, я так понимаю, приехать на лыжную базу «Чайка» сейчас. Главное, чтобы паспорт с собой был. И заявиться, если кто-то хочет принять участие. То есть, ну, тот в серьёзных, на 10 километров, да? А можно как-то через интернет, по телефону нереально. Я считаю, 10 километров уже это не серьёзная трасса, как бы, тоже более такая спинтерская для мужчин. Профессиональная, да. Конечно, да. Но любители, я думаю, они насладятся за всё прохождение 10 километров трассы и свежим воздухом, и борьбой со своими друзьями, и не только друзьями. Может, с кем-то дальше познакомиться. Так вот, я вопрос-то задал. Обязательно приезжать с паспортом, или можно каким-то образом зарегистрироваться? Нет, регистрация проходит в мандатной комиссии. Мандатная комиссия работает на базе «Чайка» с понедельника по пятницу с 11 до 6 часов вечера. Сейчас она уже работает. Уже работает. Соответственно, необходимо иметь обязательно полис медицинского страхования и документ. Либо свидетельство о рождении, либо паспорт. Для того, чтобы зарегистрироваться и получить свой уникальный номер «Лыжни России» и, конечно же, шапочку. Я знаю, очень многие люди коллекционируют свои номера и шапочки, и уже за много-много десятков лет у них эта коллекция хранится. Серьёзно, как коллекция медалей. Да, почему бы и нет. И, соответственно, заявиться на ту дистанцию, которую для себя выбрали, до 18 лет обязательно медицинский допуск. Это обязательное условие. Старше 18 лет участники в карточке расписываются, и медицинская справка в этом случае обязана. А с ребёнком, если вот решил я взять с собой, я не знаю, дочку, ей тоже нужна какая-то справка? Обязательно. До 18 лет необходим медицинский допуск. Это правило, потому что самое главное не навреди. В спортивных мероприятиях каждый человек должен ценить свой уровень подготовленности и здоровья. А вот у меня такой вопрос, не знаю, к вам, Дмитрий, или к Игре. Вот смотрите, что, допустим, понятно, что огромное количество профессиональных спортсменов с удовольствием примет участие в забеге на 10 километров. Ну, бывших спортсменов, я не знаю, там, вчерашних чемпионов, как угодно. А если человек никогда профессионально спортом не занимался, но каждую зиму встаёт на лыжи вдоль Волги, и вдруг вот он может прийти и тоже в этом забеге поучаствовать на 10 километров? Никаких ограничений нет. Я считаю, что не должно быть. Было бы желание. Было бы желание, да, самое главное. И инвентарь. И инвентарь. Ну, понятно, что со своими лыжами. Шапочку много можем не брать. Шапочку подарить, я так понял. Хорошо. Давайте ещё о каких-то интересных подробностях, которые всех нас ожидают 10 февраля на лыжной базе «Чейка». Вы знаете, я хотел бы рассказать о той программе, которая будет. Да, будет. Начнётся программа в 10 часов утра. И с 10 часов утра начнут работать детские площадки, детский городок, детский верёвочный курс. Будет работать бесплатно абсолютно каток. На катке пройдут в районе 12-2 часов мастер-классы по фигурному катанию, по хоккею. И что очень интересно, у нас динамично развивается кёрлинг. Спортсмены по кёрлингу выйдут и на катке «Чайки» покажут, что это за вид спорта. И каждый желающий может попробовать сам. Слухайся, заинтриговай. Я тоже обожаю кёрлинг. Катнуть камень. Это очень интересный вид спорта. Но все его видели только по телевизору. Можно прийти и попробовать. Будет работать большая детская программа, площадка с различными играми, конкурсами, забавами. Конечно же, там есть горка. И будет ещё показательное выступление ездового спорта. Можно будет попробовать на санях прокатиться за собаками. И будет выставка молодых щенков, с которыми можно сфотографироваться с хаски. Поэтому любой человек наверняка найдёт себе, а особенно дети, замечательные возможности провести время для пользы, для себя, для здоровья. На свежем воздухе. На свежем воздухе, в всяком случае. Даже если вы не умеете ходить на лыжи. Самое главное, чтобы погода была хорошая, не такая, как в последние дни. Хочется надеяться, что всё-таки метели прекратятся. Солнышко выглянет, снег будет тот, который нужно для лыжни. Я бы ещё добавил, что лыжня будет в России в субботу, а не в воскресенье. На следующий день на работу. Ничьи не надо. Так что можно там организовать небольшой пикничок после всех уже спортивных мероприятий. Вот так вот завлекает. Выпить чаю, если есть пирожки. Хочется ещё отметить, что очень большое количество жителей приезжает на Чайку. И въезд на перекрёстке Волжская-Красноглинская будет ограничен. В районе перекрёстка до Сергея Лозо будет также организована парковка. Машину можно будет оставить там. Но хотелось бы, чтобы все приезжали на общественном транспорте. Здесь возникает вопрос, насколько хорошо он будет ходить. Транспорт будет ходить в усиленном режиме от Барбошиной поляны. Будут идти дополнительные автобусы останавливаться в районе Чайки. Чтобы было максимально удобно жителям. Это замечательно на самом деле. Что ещё? Что будет интересного? Я не знаю. Ну, а самое главное – это будут лыжные старты. В 12 часов, в 11.30 будет торжественное открытие. Где наши почётные гости поприветствуют участников. Главный судья даст официальный старт. Пройдёт детский забег. И в 12 часов все желающие выйдут на массовый старт на 2018 метрах. Я вообще где-то прочитал, что и норму ГТО на лыжах можно будет выполнить. Так что если есть желающие... Хотя я не знаю, значки вы там будете выдавать или нет. Но значок – это более сложная процедура. Да, нужно зарегистрироваться. Но для всех, кто зарегистрирован на сайте ВФСК ГТО, кто заявится в региональный центр выполнения норм ГТО, смогут выполнить и пробежать норматив по лыжным непосредственно. И также для всех желающих будет работать площадка ГТО, на которой можно будет узнать, как зарегистрироваться, где можно выполнить эти нормативы, как получить значок. Все вот эти тонкости... Кстати, хотелось бы сказать, друзья мои, чтобы вы не беспокоились, потому что участие в соревнованиях бесплатное. Я знаю, что часто задают этот вопрос, сколько нужно каких-то взносов и чего. Насколько я понимаю, ничего подобного нет. Всё бесплатно, совершенно спокойно можно приезжать, а какой-то финансовой такой подоплеке не задумываться. И вообще, мы всё-таки говорим о лыжня. Для вас что такое лыжа? Как для человека, который с ними практически не расстаётся, я так думаю. Лыжи для меня это уже, я считаю, работа, которую я делаю с утра и до вечера. И что и катаюсь на них, что и занимаюсь ими в подготовке. И поэтому, кстати, хочу заметить, чтобы ребята, которые приедут участвовать на Лыжнюю Россию, если не хотят, чтобы у них лыжи летели вперёд, чем они сами, то они пусть заранее подсуетятся, не с лыжами приедут. И там также есть на лыжной базе чайки ребята, которые подготавливают лыжи. И они всегда помогут, подскажут, намажут и отправят их на старт. Ещё какой-нибудь совет дадите тем, кто собирается 10 числа прийти? Понятно, что прийти по рэш и с профессионалами пообщаться? Совет хочу дать, чтобы они получили удовольствие, не прыгали выше головы. Потому что обогнать тех, кто профессионал, я думаю, не получится. Все друг друга знают с Самарской области. А просто постараться получить максимальное удовольствие. Удовольствие. Приехать туда за лыжи. И если ещё не вставали на лыжи, то уже пора, то уже февраль месяц. Зима скину кончится. Да, последний месяц зимы. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Действительно, всех ждём 10 числа. Лыжная база «Чайка», «Лыжня России». Самара всегда участвовала и участвовала довольно-таки активно. Я хочу ещё отметить о том, что, дорогие ребята, приезжайте, особенно дети. Вы сможете стартовать не только со своими дедушками, бабушками, родителями, но и с нашими замечательными лыжниками. С нашими спортсменами. И с Игорем, и с нашими спортсменами, и с Катей Чуйковой. И Тангема Аксёнова, это сурлимпийский призёр ещё прошлого века. Все наши известные лыжники, вся наша гордость лыжного спорта обязательно будет на старте. Вообще, появиться в такой замечательной компании, как с нашими спортсменами на Лыжне, это дорогого стоит. Поэтому, спасибо вам большое, что вы есть вообще в нашей жизни. И, я думаю, увидимся 10 числа на Лыжне России. Мы вас ждём. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова